История Маргариты Собакиной началась два года назад. Рассказывает, позвонили, позвали пройти обучение в компании Телетрейд. Вскоре предложили вложить деньги и попробовать сыграть на бирже. Маргарита – социальный работник с зарплатой в 12 тысяч рублей. Ей так хотелось заработать, что она даже взяла кредит – 150 тысяч. Тогда же с этой конторы связалась и Юлия Романова. Она искала в интернете удаленную работу. Привлекла вакансия составлять графики на дому. Встретилась с работодателем, согласилась пройти обучение. В это время один из сотрудников сделал ей на первый взгляд выгодное предложение. Он начал выяснять, есть ли у меня деньги, могу ли я их сюда принести в эту компанию. Потому что он все время повторял, что здесь зарплата 1000 рублей в день по этой вакансии, а ты можешь получить 1000 долларов за минуту на какой-то новости. Девушки, по ее словам, предложили в помощь опытного трейдера. Для этого нужно было внести на персональный счет 10 тысяч долларов. Радость была недолгой. Горе наставник в итоге сказал – все деньги проиграны. Сотрудничество с Телетрейдом заинтересовало и Алексея Палькина. Раньше он уже зарабатывал игрой на бирже. Правда, конторы все находились далеко. Когда узнал, что такая фирма есть и в Самаре, сначала обрадовался. Отдал крупную сумму денег своему куратору, обещавшему золотые горы. Но торговля валютой как-то сразу не задалась. И средства со счета только уходили. Но вот куда – до последнего было неясно. Выяснилось, что деньги мои ушли не в компанию Телетрейд, не в компанию Консультационный центр, а на фирму с расчетным счетом в Москве, с которой деньги обналичивались. Когда Алексей стал наводить справки, выяснилось – компания работает по всей стране. Только названия везде разные. В Самаре, в помещении, где, по его словам, раньше располагался Телетрейд, теперь красуются таблички Консультационного центра. Заходим в офис. Алексея и Юлию, которые уже два года сюда наведываются в надежде вернуть свои деньги, здесь знают в лицо. Сразу начинается суета. На логотипах ни намека на Телетрейд. Раньше здесь все висело. Везде все было с названием Телетрейд. Сейчас они все уже здесь поменяли. Тех, кто смог компетентно разъяснить ситуацию, в офисе не оказалось. Вскоре к нам выходит молодой человек, явно не настроенный общаться. У вас здесь торговля на бирже? Не собираюсь давать интервью. Ну почему? А вы о роде деятельности? Люди говорят, что ваша компания их обманул. Не собираюсь, а отказываюсь давать интервью. А вы кем являетесь здесь? Это мне важно. Из офиса нас попросили, пообещав связаться. Не обманули. Нынешний директор Консультационного центра утверждает, компанию возглавляет с марта, что раньше фирма называлась иначе не знает. Говорит, это сугубо образовательный проект. Мы даем консультации, а уже дальше, как клиенты это применяют, это их дело. Мы не принимаем деньги от клиентов. Мы ведем консультации. Компания Консультационный центр не предоставляет услуги по игре на бирже. Сейчас на компанию заведено уголовное дело потерпевших около 200 человек по всей стране. Общий ущерб оценивается в 100 миллионов рублей. Это ряд организаций, которые ввели, так скажем, активную рекламную кампанию, призывали граждан вносить денежные средства с целью якобы обучения игре на фондовых рынках. Сейчас уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, то есть сотрудники органов внутренних дел проводят оперативно-радыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступлений, в том числе на установление конкретных лиц, причастных к совершению этих преступлений. Сейчас предварительное следствие продолжается. Мириться с ситуацией бывшие клиенты телетрейда не хотят. Деньги, которые, по их мнению, компания забрала незаконно, намерены вернуть. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События.